Книга Речь идет не только о вскрытии, а речь идет о вскрытии вскрытии. Вскрытие вскрытия. Что такое вскрытие вскрытия, скажите мне? Сокрытие вскрытие вскрытие. Имя Всевышнего. Когда ситуации, рутины видимые скрывают даже... Я забыл это слово... Даже то видимое, что раньше было понятно. Как будто хаос везде, ничего не имеет мотива. Нет. Очень-очень близко. Очень-очень близко. Тепло. Нужно тепло. Просто нужно... Я бы сказал так, что вскрытие вскрытие – это когда человек не знает, что он находится вскрытие. Это вскрытие вскрытие. Он не знает, что он находится вскрытие. Да. Вот. Ты ему скажешь. Да. Что ж ты делаешь? А он скажет, а что же, все хорошо-то. Вон, смотри, у меня тфелин на лбу. Цицит у меня здесь. Да. И все хорошо. Да. Вот. А то, что есть еще какие-то вещи принципиальные, кроме тфелин и цицит, да, ему очень трудно... Очень трудно... Очень трудно... Очень трудно понять, да. Вот. Что... 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 В чем проблема Мгелат-Эстер? Как бы, да, можно там подводить, показывать примеры, и я сразу скажу вам, да. Да. Когда... Когда происходит событие Мгелат-Эстер? Как... Ну, как... За что нам зацепиться здесь, да? В Вавилоне. В Вавилоне. Честно говоря. Честно говоря. Происходит в Персии. Да. Это... Просто евреи всегда по старой памяти, по косности, да, они продолжали... Персию называли Вавилоном. Почему? Да. Значит, я напоминаю наши даты. 422 год разрушения храма, окончательное изгнание Иерушалаема, окончательное изгнание евреев в Вавилон, да. И проходит... Есть предсказание Ремьягу, которое здесь очень важно для книги Эстер, что через 70 лет будет возвращение из Бавиля, да. Вот. Через 52 года после разрушения храма, да, Вавилон, Вавилон пал, да. Падение Вавилона описывается в книге Даниэля на пир Больша Цара, да, когда, да, царь не еврей получает пророчество, бывает и такое, да. Вот он видит, правда, он не может его понять, он видит руку, которая пишет на стене письмена, да, Больша Цара, внук, по всей видимости, как мне сейчас представляется, внук Новыхудный Цара, да, сын Эвель Меродаха, да, сын Эвель Меродаха, сын Новыхудный Цара, да, и он устроил пир в честь того, что он... в течь того, что он победил персов, разбил персов, было сражение на пир, на этом пиру он вынес сосуды храма, которые хранились в Вавилоне, да, и сосудов храма пили, да, так как, значит, мотив всё время наших книг, он такой, что цари воюют не только с народами, они воюют и с божествами, да, и во сколько они считали, что они Всевышнего воспринимали как божество одного из богов, да, и что он покровительствует сыновьям евреев, да, то они, и они знали силу пророков, знали силу пророчества, это для того, чтобы это понять, нужно посмотреть книгу Малахим, там видно, как нееврейские цари, они опасаются пророков, да, подчиняются пророков, уважают пророков, даже не знают их силу, да, вот, и к пророкам, к еврейским пророкам просто прислушивались, на выходный царь для него, Еремияву это было, как бы, да, сказали там в нееврейском мире, святой человек был, да, он боялся его обидеть, потому что он предсказал Бавилю победу, вот, и, да, и вот предсказание, а то, что Еремияву предсказал, что через 70 лет вернуться, да, и вот Большой Царь посчитал по-своему, можем понять, как он считал, от какой точки читать 70 лет, то Еремияву не сказал, да, Большой Царь решил, что пришло 70 лет, да, и предсказание Еремияву не сбилось, причём здесь Еремияву, если его сражение с персами, ну, понятно, что предсказание о возвращении евреев, это предсказание о падении Вавилона, да, ни на выходный царь, ни его потомки, они евреев не отпустят, значит, Вавилон должен рухнуть для того, чтобы евреи ушли, и вот у него сражение с персами, когда по предсказанию Еремияву где-то это было близко или вообще там точно, да, это 70 лет, да, мне сейчас не хочется заниматься почётами с вами, я, может быть, принесу вам таблицы, постараюсь, да, и он решил, что он победил Всевышнего, ну, и по этому случаю, уж пир победы вынесли сосуды, и сосуды храма, которые были в хранилищах, да, и он считает, что он может делать всё, что хочет, и тут видение, да, когда рука пишет на стене письмена, это описывается всё в книге Даниэля, да, он пишет письмена, и никто не может прочесть эти письмена, приводят пророка Даниэля, он читает, да, маны, маны, так и люфорсины, сосуды, сосуды, будешь взвешены, разбиты, предсказывают Больша Цару, что он будет убит в эту же ночь, да, вот, Больша Цар думает, что задобрив пророка можно как-то изменить предсказание, он тоже его силу знает, будь здоров как, да, Даниэль, силу Даниэля, вот, он даёт ему подарки, но в ту же ночь, ту же ночь Больша Цара, ту же ночь Больша Цара убивают, убивают персы, которые вернулись, за которым предатели из Халдеев открыли ворота Вавилоны, они в ту же ночь разгромили Вавилон, убили Больша Цара, и с этого момента, да, с этого момента, это 372-й год, плюс-минус туда, один год туда, да, 372-й год до нашей эры Вавилон пал, и на смену ему пришла Персия и Мидия, они в союзе, Персия и Мидия, вот, потом Мидия как-то ушла на второй план, и получилась Персидская империя, да, вот, Персидская, да, теперь то, что для нас очень важно для понимания книги Истер, да, что через год, год или два, царь Кореш, да, он второй правит после, после Дария Первого, который очень быстро умер, через год, два, три максимум, да, царь Кореш разрешает вернуться евреям в Иерушалаиме, отстроить храм, да, в книге Эзра и Нихеми упоминается только о евреях, а исторический документ, который называется Глиль Кореш, такой цилиндр Кореша, на котором найдены, да, там, глиняные, обожженные, да, на нем записана декларация Кореша, разрешающая всем народам вернуться. Ну, понятно, что никто, кроме евреев, не вернулся, ну, может быть, тот там как-то, но так, чтобы народ вернулся, ни один народ не вернулся, поэтому Эзра и Нихеми не упоминают другие народы. Вот, теперь, да, это 370-й год, 42 тысячи выходят в землю Израиля, разрушенную, опустушенную, да, и пытаются ее восстановить, дело очень трудное. Среди возвращающихся это Даниэль, это Ханания, Мишаэль и Азария, да, это Схарья, Схарья, Малахи и Хагай, пророки, то есть все, как бы, видные люди, так сказать, верхушка, элита, пророки, все они возвращаются, да, но народ как-то не очень движется, 42 тысячи возвращаются, видимо, оценить население евреев в Вавилоне очень трудно, потому что в древнем мире это очень трудно оценить количество населения, но подавляющее большинство населения остается в Бавиле, эти 42 тысячи попали в трудную ситуацию, они должны заселить землю, они должны построить храм, они сталкиваются здесь с противодействием окружающих народов и того населения, которое возникло на территории земли Израиля, ужасная совершенно ситуация, да, и, как бы, да, и, а те, кто, те, кто были в Бавиле, они, те, кто остались в Бавиле, они не пошли, потому что они сказали, что, ну, это не, это не настоящее освобождение, да, Всевышний обещал нам чудеса и все, а тут пришел какой-то царь, не еврейский, корыш, да, и говорит нам идти, они остались в Бавиле, на это, на это предвидя такую ситуацию, да, Ишаягу за 150 лет до этого, да, он сказал, сказал, как бы, словами Всевышнего, или лучше сказать, что Всевышний сказал через Ишаягу, да, что скажет ли Глина горшечнику, как ее делать, да, Всевышний привел избавление, да, избавление, вы говорите, это не то, не то, не так, можете встать, пойти, вставайте, пойдите, да, как всегда, холодный вздумнует, окно возможностей, оно очень узкое, да, и потом эта возможность переселения в землю Израиля, в землю Израиля пропала, она пропала, да, по, как бы, нашим, по нашим источникам, с приходом к власти, с приходом к власти Ахашфироши, да, Кир, Дарий Первый быстро умер, Кир погиб через три года правления, к власти пришел Ахашфирош, да, и на протяжении где-то, где-то 18 лет, разбортывается та история, которая описана в книге Мгелат Истер, да, да, чему нас пришла научить книга Мгелат Истер, конечно, мы победили, конечно, надо воздать благодарности Вышнему, я кроме шуток совершенно в прошлом, да, вот, избавление великое от страшной, от страшной опасности, да, но, да, но мудрецы, мудрецы Гемары, прави Шимон Варюха, и он спрашивает учеников своих, за что над евреями нависла такая опасность, я надеюсь, что содержание Мгелата-Стерова по ходу, это знаете, да, значит, Аман, получив разрешение от Токошвироши истребить народ, он бросает жребий, да, жребий, на еврите Гураль, а как жребий на персидском? Пур, совершенно верно, слава Богу, бросает жребий, выпадает, да, на 13-е число месяца, да, Рабиш, вон Варюха и спрашивает, да, это же не случайно, почему над сыновьями Израиля возникла такая опасность, да, это же наказание, да, вот, и стало, значит, когда Аман разослал письма, стало об этом известно, да, уж я вас уверяю, не применули соседи постучать в дверь евреям и сказать, вот, еще немножко, мы вас всех тут вырежем, да, вот, мне рассказывала одна женщина, которая репатриировалась из Парижа после шестидневной войны, она говорит, что перед шестидневной войной соседи пришли, постучали в квартиру и сказали, сейчас Израиль уничтожат и мы вас всех вырежем, это как бы, да, что? Это в Париже? В Париже, да, в Париже, да, вот, так что, вот это большое наказание, да, ученики приводят ему несколько причин, да, он не удовлетворен, они спрашивают, а как ты думаешь, он говорит, потому что получали удовольствие на перу Ахашвироша, из-за этого возникла опасность полного, полного уничтожения, да, как нам это с вами, без общего удача, без общего удача, как нам с вами это понять, да, как нам с вами понять, есть, а? это идея ассимиляции, ведь пир, это не просто пир, это участие в культуре, ассимиляции, да, да, но здесь, я бы сказал, гораздо тоньше, гораздо тоньше, да, потому что, потому что мы сейчас с вами посмотрим, значит, Мгелат Истер, да, она говорит о, в основном, по крайней мере, о евреях, которые соблюдают закон, да, о евреях, которые соблюдают закон, хотя Мурдыхай, говорит Истер, Истер говорит Мурдыхай, лех, кнос, коли, иудим, пойди собери, пойди собери всех евреев, он, наверное, там пытается собрать и тех, которые ушли и в Вадазара, и которые на службе у царя, и ничего не знают, он, наверное, и к ним обращается, но в основном, костяк, это те люди, которые, которые соблюдают, и когда рассказывается про Мурдыхая, говорится, что он детей учит в школе, замечу в скобках, учит законам храма, как приносится жертва, омер, об этом говорит Медреш, что, значит, получали удовольствие на перу Ахашвироши, мы с вами знаем комментарии, что на третьем году своего правления Ахашвирош устроил пир, как говорит Медреш, он по-своему посчитал, когда кончаются 70 лет, и сказал, что вот 70 лет прошло, а Персия крепка, и никуда евреи не вернутся, и он устраивает пир на третьем году своего правления. Тоже можно посчитать, как он читает, я постараюсь это с вами сделать, и что он делает, он приглашает, что здесь говорится, я надеюсь, вы знаете, в Ахашхотбе бихлея-загав, это первая глава, седьмое предложение, а питье из сосудов золотых, из сосудов разных, и комментарий здесь говорит, разные сосуды, он опять же вынес сосуды храма, ему ничего за это не было, в отличие от Больша Цара, на это есть причины, тоже не будем сейчас сдаваться, вынес сосуды храма, и вино царское, многочисленное, царь дает, пейте, а питье по закону нет насилия, то есть из царь Ахашберош, что сделал, он позаботился о том, чтобы было вино кошерное, в это время уже действует постановление Даниэля, это постановление мудрецов, введенное Даниэлем, что нельзя пить вино, которое, если четко говорить, не прикоснулся, а сдвинул с места, сдвинул с места не еврей, почему, потому что понятно, что в их время это было как бы поголовным явлением, прежде чем пить, немного отливали божеством, прежде чем пить, если не отливали, то посвящали божеством питье, вино, оттуда идет правило не еврея не трогать вино еврейское, отсюда правило, что есть то, что называется яйенесах, вино возлияния, откуда вино возлияние, оттуда, что это возливали, и Даниэль установил не пить венок, которому притронулись, точнее говоря, которые сдвинули с места, да, потом пошло, что и притронулись тоже к нему, просто, чтобы не разбираться, там, сдвинулся, не сдвинулся, но это, нужно понимать, что это запрет мудрецов, запрет очень серьезный, в то время был очень серьезный, потому что это называется текровь, это вода зала, то, что посвящено о воде заре, этим нельзя, этим нельзя пользоваться, да, вот в наше, в наше время, говорят, есть другие причины, как бы всегда, когда устанавливается постановление в мудрецов, и оно устанавливается на все времена, то иногда причины меняются, да, сейчас нету такого, скажем, да, что ты мог сказать, что, ну, вот, там, кто-то будет возливать во имя божеств, да, но есть другие причины, тоже, не будем сейчас вдаваться, да, в это. – Вопрос практически. – Да. – Если человек проходит Георгий, он знает, что через год-два он становится евреем, этот закон так же распространяется, что он в Иши, или в Шаббат не может трогать лобную душу, да? – Я не знаю, честно говоря, мне трудно сказать. – Здесь возникает вопрос технический, если он конкретно идет на Георгий, он не идет делать немуду за ру, и… – Это правильно, это правильно, тут нужно посоветовать с кем-то другим, знаете, когда я не знаю, я не знаю, да, вот, скажем, из своих соображений я с вами согласен, да, что если уже понятно, что человек и учится, и все, и к народу он привязан, то тут это правило не должно действовать, но я не знаю, потому что тут как-то нужно знать конкретно закон, да, могу попробовать посмотреть, посоветоваться с кем-то, да, но в данный момент не могу, не могу ответить, да, вот, да, и почему мы об этом так подробно, да, потому что Медраж говорит о том, что Ахашмирош позаботился, что было вино кошерное, и Рабишимон, он не говорит, что они ели не кошерное на перу, он говорит, они получали удовольствие, да, и Нецкий строчек, на Нецкий строчек выше есть тоже Медраж, в основном, то, что я говорю, это Медраж Истыр, да, Медраж Раба Истыр, да, вот, и Ахашмирош надел на себя одежду первосвященника, и он разгуливает там по сцене или где-то так, чтобы его было видно, да, вот, и, да, а все сидят, выпивают и закусывают, и главное, чтобы было кошерное, да, мы уже понимаем, что есть какая-то проблема, которая, да, уходит за рамки, за рамки формального закона, ее трудно поймать, эту проблему, ее трудно определить, так, любой, кто там себе сидит на перу, он он тебе скажет, а что, а тут все кошерное, да, вот, и тут даже раздельно там подчеркивается, что для женщин он устроил пир в другом месте, наверное, это было принято в Персии, но тем, кто сидел на перу, это тоже очень подходило, да, вот, и теперь еще две минутки, две минутки, чтобы хотя бы нам, да, вот, 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 ну, давайте мы с вами здесь остановимся, да, и попробуем продолжить, да, вот, на следующий раз я постараюсь вам раскрыть, да, что это за число тринадцатого дара, почему именно тринадцатого дара, ведь нет же ничего случайного, правильно, это амман думает, что случайно, да, вот, это как бы противостояние нашей культуры, не думают, что есть, есть, какого числа хотел уничтожить? тринадцатого дара, когда умер, когда умер Моше? Моше, нет, Моше умер седьмого дара, есть метраж, что это пришло это за месяц адара, потому что в этом месяце умер Моше, да, он очень правильно в своих знаниях, и он решил, что это знака Творца, что сейчас правильно он делает, что уничтожает лава. Это правильно, это правильно, да, это вы правильно говорите, да, но почему, почему, да, почему же именно тринадцатый адар, почему, Всевышний послал ему это число, понятно. А еще с Берунцауром, царем Шаугулем, который совершил ошибку, и именно этот Аманус же является его потомком. Ну да, 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 это, это никакого числа произойдет. Но я бы не хотел, я бы не хотел трогать этот класс, да, Шауд совершил там ошибку, да, вот, он оставил, вот, и Аман вышел, из него Шауд в любом случае совершил, совершил ошибку, и она очень тяжелая ошибка, но это, как бы, отдельный разговор, да, пожалуйста. Мое предположение, да, все это связано, 13 садар, я не знаю точно, но предполагаю, что до времени как раз входа в землю, заваривание взвел. Очень близко. И проблема так в том, что формально закон соблюдался, евреи, но суть в чем была, они поменяли Бога, Ашем, они поменяли Ашем на царя. Ашем сказал, выйти, а они остались. И Ашем покажал, не за то, что они не соблюдали Бога, а за то, что они не выполнили его приказ в данное время выйти из земли. Очень близко, очень близко. Но все-таки, все-таки до конца следующего раз. Очень близко, здорово, замечательно. Ребята, с вами одно удовольствие. Вы думаете, вы соображаете, вам интересно, да, чтобы вы знали между нами, да, что вы великие люди, но что? Вместе с этим на вас лежит большая ответственность. Да? Вот. Жить здесь, в Израиле, распространять правильное мнение, свои семьи строить, воспитывать, не только общество, свои семьи, да, я вам серьезно говорю, да, золотой фонд, вот, чтобы вы знали себе цену.